Вот знаете, я, конечно же, всё понимаю, но я не понимаю одну вещь. Почему Чпуньк забрал у меня очко? Ну я же не читерил, ничего не делал. Ну вообще, серьёзно, ну почему я в сегодняшней серии играю вообще без очка? Это не я, это меня всё это подставил. Я тоже не понимаю, почему мне этот Чпуньк забрал очко? Почему? Я геометрию, что ли, это плохо учу? Вроде у меня одни пятёрки, вообще не знаю почему. Я вообще проснулась посреди ночи, у меня температура, я смотрю, а у меня очка нет. Что это такое? Я вообще не понимаю, а где мой очко? В общем, друзья, Тиран Чпуньк совсем оборзел. Как вы видите, сегодня мы даже играем без него, потому что он до начала этой серии забрал у всех очко. То есть сейчас не только я без очка играю, а все, кто находится в этой комнате, даже бедная вот эта окулёнок Вика, которая присоединилась к нам только в предыдущей серии. Подписчики в комментариях давно мне пишут, что Чпунька пора забанить, потому что он что-то много себе возомнил. И я думаю, что это, в принципе, правильное решение. Я вам всё же предлагаю сегодняшнюю серию поиграть без него и посмотрим, а вообще, а лучше нам без него играть или нет? Если лучше, тогда получается то, что со следующей серии Чпуньк с нами больше не играет. Он просто получит бан, но только после того, как всем нам вернёт наше общее очко. Все со мной согласны? Да, долой, Чпунька, нафиг его, свергнуть его, свергнуть его, свергнуть его, да, ура. Долой вашего Чпунька. Все, Картошка, хватит плакать. Все, в следующей серии у тебя обязательно будет очко, я тебе обещаю. А у нас пока первый раунд. Это очень даже хорошо, то, что я не предатель. А почему, ты меня спросишь? А потому что на предыдущем моём стриме я обнаружил новый, как я его назвал, метод исключения. Вот этот человек, который прямо сейчас выполняет задания, он уже 100% не предатель, потому что предатели так долго задания выполнять не могут. Это Ася, которая патриотка России, у него даже скин такой. Она 100% не убийца. На прошлом стриме меня наркоманы Петровичи просто полностью возненавидели, потому что они сказали, что этот метод исключения это настоящее читерство. А я сказал, что это нифига не читерство, это настоящий детективизм, или как эта фигня там называется. Вот, Карась тоже не убийца, потому что Карась долго выполнял задания. И метод исключения у нас работает так, то что уже я не убийца, Ася не убийца, Карась не убийца. То есть у нас остаётся ещё 7 человек, которых надо проверить как можно скорее. Здесь у нас бежит Картошечка, если Картошечка сейчас выполнит какое-то задание, и я это замечу, тогда получается то, что Картошка тоже не убийца. Давай, давай, Картошечка, я же от тебя не отвяжусь, ты это знаешь. Пока я не увижу то, что Картошка не выполнит задание, я с хвоста её не слезу. Мия чё-то за Карасём бегает, а Картошка все задания просто бегает и даже ничего выполнять не хочет. А вот эта Картошка, где ты кстати? Опа! Опа! Чё-то она какая-то собака-подозревака. Давным-давно бы уже выполнила задание, я бы давным-давно от неё бы уже отвязался. Первое подозрение на картошку про пердошку. Передо мной валяется трупа чела. Фиг его честно знает, кто это был, потому... Вика! Вика выполняет задание, и вроде, как я вижу, она долго его выполняет. Поэтому она тоже 100% не убийца. И, в принципе, сейчас уже можно репортить труп. Короче, слушаем сюда. Что я вам могу сказать? Ася 100% не убийца, и это я могу сказать точно. Карась, который вроде вот там стоит, тоже 100% не убийца. Вика не убийца, и я не убийца. Методом исключения мы смотрим на то, что у нас остается отомчик, херейт, картошка про пердошку, которая очень подозрительна, и Мия. Смотри, это 100% не Мия, потому что она при мне проходила сканирование. А, ну вот, еще и минус Мия получается. То есть, картошка, херейт или отомчик. Ты меня уже так задрался, мне это смущение, честно. Вот что настоиме, что сейчас? Вот почему это вот так вот, а? А че ты это так? Это забоялся, а? Сразу такой запаниковал. Я предлагаю... Ну, ладно, хорошо, давайте пропустим этот раунд, и посмотрим, что будет в следующем. Ну, хорошо, побежал херейтушка. Мне осталось проверить тогда только отомчик. А если отомчик не убийца, тогда моя теория вот этого вероятности 100% верна. Получится то, что убийца картошка и херейт... Нееет, картошка, сдрысьте отсюда, я к ней даже подходить не могу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, выполняй задание, выполняй давай задание. Я тебя прикрываю, отомчик. Давай, выполняй. Ты че, уже выполнил, что ли, так быстро? Отомчик не предатель. Ну все, херейт, чао, бомбино. Крыса ты серая, херейт, вот честно, тебе даже не стыдно, а? Да ты че, ты че, вот как ты, вот как ты, вычислил? Ты че, совсем таким, что ли? Я нет, я не убийца. Все люди в этой комнате, кроме картошки и кроме тебя, херейт, выполняли задание. И вы только посмотрите. Асю кокнули, мию кокнули. То есть уже минус два члена экипажа. Хрейдушка, это иди, полетай в открытом космосе, хорошо? Да ты совсем уже, ну так же и неинтересно играть, ты около мане? А следующая у нас тоже картошечка. А куда ты побежала эта такая, а? Подходи сюда, подходи. Кроме тебя здесь больше никого нет, кто убийца. А, че, и дверь, и дверь закрыла. И ты же понимаешь, что я в любую секунду сейчас кнопку нажму, и тебе пердос-попадос, картошка. Лучше сама сдайся, я тебе честно говорю. Картошка, нажми сама на эту кнопку. Нажми сама на эту кнопку. Так, пацаны, вот это, бегаем по кругу, бегаем по кругу, пока картошка сама не сдастся. Картошка. Ну что, картошечка, а? Да ну так нечестно играть, серьезно. Что настремляешься сейчас? Что это такое? Я не буду больше играть с обувомонка. Ничего, раз пердохались-то здесь, я не могу понять. Я видел всех остальных, ты убийца. Все, вот это, голосуй за нее, о томчик и карась. Это картошка, разрывелась, как корова здесь, картошка, честное слово. Да ну себе. Вот, вот, это не я, это не я, и корова не моя, да, картошка, да, Хрейт, ага, не вы, я так и знал. Ну ты вообще козел. Тебе что, панк прописать что ли, я не могу понять, картошка. Я у Чпунька попрошу, он тебя никогда в жизни больше очко не вернет. Ну что, все готовы? Ну тогда поперли второй раунд. Этого момента я ждал всю свою жизнь. А почему? А потому что я с каждой новой серией Амон Касса удивляюсь своим подписчикам все больше и больше, я честно говорю. Карась, ты подожди, ты подожди, ты пока не умеешь, да ну, мать моя, ну вот ты адекватный, просто почти у меня на глазах. Цвали вадим отсюда, пока сюда никто не притопал, господи, ну что ж ты-то делаешь, карась, ты сейчас весь мой план вот это испортишь. Учитывая то, что я под каждым своим видосом читаю все комментарии подписчиков, я честно, я чаще всего офигеваю от того, что вы ребята там пишите. Один подписчик мне написал такой нереальный способ читерства, что я в него даже не поверил с самого начала. А вот ты как раз таки, Хредик, мне сейчас и понадобишься для того, чтобы работал этот способ. Давай, 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 вот сюда подойди, вот сюда ко мне, подходи, подходи, я тебе сейчас кое-что покажу, не бойся, я тебя даже убивать не буду. Вот, залезай вот туда, залезай, залезай, залезай вот туда, стой на месте и... Та-па! Все, это просто такой приколдес, который мне показала картошка в предыдущей серии Амон Касса. А я сейчас захожу вот в этот шалкер-ящик, который что-то делает вот здесь. Я вот сам не знал то, что здесь находится шалкер-ящик, но вот один подписчик в комментариях сказал то, что кнопку убийства из своего вот этого панели доступа можно переместить вот так вот в шалкер-ящик. И все! И сейчас убиваем нашего главного свидетеля, который единственный видел то, что я заходил в этот шалкер-ящик и делаем следующее. Мне надо вам в кое-чем признаться, ребята. Я предатель! Кикайте меня, я признаюсь прямо сейчас. Я убил Хэрейда и убил еще кого-то возле электричества, кто выполнял задание. Я вот просто, я просто признаюсь. Это ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? Я предатель! Кикайте меня, голосуйте за меня, картошка, голосуй за меня. Я знаю то, что ты меня ненавидишь. Голосуй прямо сейчас. Ну, ты, конечно, дурак, но я с удовольствием за тебя проголосую. Вот и все. Все с удовольствием голосуем за меня. Давайте. А вот сейчас пришло время веселья, потому что я сейчас вернусь оттуда, куда я положил кнопку убийства. То есть, вот в этот вот шалкер-ящик, который просто вот так открывается, я просто беру вот так кнопку убийства. Я хоть как бы и привидение получается, но людей убивать я вроде как смогу. И это настолько просто жесткий чит, то что я, 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 я вот, я просто не понимаю, откуда подписчики. Вот бежала Ксюха и больше не бежит. Ага, все. Я не понимаю, откуда, правда, ребята, как вы к этому додумываетесь? Я бы в жизни к этому никогда не догадался. То, что я просто за призрака. Вот, вот, бежал оттамчик. И больше тоже не бежит. Вот картошка здесь пробежала. Картошка, наверное, труп не увидела, потому что свет выключен. Как хорошо и вовремя я запердохал оттамчиком. А сейчас у нас... А, ну вот бежит картошечка. Ну, я, 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 я даже кокоть не буду. Мне просто очень интересно, что она сейчас расскажет всем остальным. А, ну, короче, я шла, шла. Потом пришла обратно, увидела труп. Там никого не было. Я посмотрела на труп, но и зарепортила. А мы с Викой все время в одной комнате были. Я, мы вообще никого не видели. А я вот чинил саботаж реактора. Имия видела меня. Да, я видела его. Я была рядом с ним, а она это все чинила. Ну, тогда пропускаем. Да, это хорошо. Но я вот только сейчас понял то, что при каждом вызове вот этого собеседования у меня пропадает кнопка убийства. Поэтому мне сейчас опять нужно вернуться вот туда, где я попрятал кнопки. Как хорошо то, что я сразу три там спрятал. Забираем еще одну картошечку. А ты делаешь ту же самую фигню, которую ты делала в предыдущей серии. Я тебе честно говорю, ты с этим лучше не балуйся. Потому что раз на раз не приходится. Сегодня люк добрый. А завтра он тебя неожиданно по башке может стукнуть и убить. Чё, не ожидала такого? Значит, я не могу допустить, чтобы кто-то зарепортил этот труп. Потому что тогда у меня исчезнет вот эта... Господи, кого я убил? Карась, мать моя женщина! Вы чё так пугаете, Карась? Я тебя больше до усрачки испугался, чем всех остальных! Ну, Карась, тут, конечно, мое уважение к тебе повышается. Я не думал, что такой профессиональный предатель. Ты как-то всех быстро как орешек так пощелкал. Не то, что вот этот вот лох, он сам слился, походу испугался. Да, да, я просто как-то разучился немного играть за предателя. Я сразу посчитал то, что лучше вот это сдаться. А ты, Карась, огромный молодец. Ты прям затащил всю игру. Если бы не ты, тогда мы бы, Карась, с тобой проиграли. Вот сто процентов. Да, давайте тогда дальше. Вот это третий раунд. Мое задание, мое задание. В самом начале я его выполняю, сундук заперт, чтобы все увидели то, что я не предатель. Берем рычаг, ставим вот сюда, открываем и нажимаем на еще один рычаг. Все, проверяйте! Знаете, все проверяйте, чтобы потом не сказали, что я предатель. Все, вот, задание выполнилось. Значит, я не предатель. Отлично. А сейчас я покажу тебе еще один чит, который еще в 20 раз жестче того, который был в предыдущем раунде. У меня же там еще одна кнопочка убийства осталась. Я бы, вот, я тебе говорю, вот ты сейчас не поверишь. Вот, 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 вот ты сейчас просто не поверишь, что произойдет. Я просто подхожу, просто открываю этот шалкер-ящик и просто забираю вот эту кнопку убийства себе в инвентарь. А сейчас самое главное, что осталось сделать, это просто выйти из этого ящика едрена. Я убийца! Ксюха убийца! И Оторчик убийца! Это только потому, что я из этого ящика взял кнопку килла. И у меня даже саботажи вот эти все появились. Я просто могу их выключать. Да-да, как это работает, да я не могу понять. А задания? И задания даже могу выполнять как убийца. Обосраться и не встать. Это то, что я могу сказать. Вот сейчас кто-то придет сюда ремонтировать вот этот... Я там что, кого-то убил случайно или что я не могу понять? Так, ну это случайно пол... Это Отомчик! Вот смотрите. В самом начале, Вика, это Хрейд, еще и Картошка, вы видели то, что я выполнил задание, да? То есть я 100% получается не убийца методом исключения. Ну да, я лично проверил, он все выполнил, да, это он чист. Да, я подтверждаю, он не убийца. Ну так вот, забегаю я в электрику и вижу то, что там посередине комнаты валяется трупа чела. А Отомчик своими огромными глазками просто хлопает вот так вот на этот труп, разворачивается и убегает. Вот, Отомчик, скажи, вот что это было, а? Да я же просто от углы считал и квадраты изучал, вот и все. Просто типичный Отомчик. Шел, шел, изучал углы, споткнулся, умер, случайно другого человека убил. Ну все, это 100% Отомчик, я вам говорю, я видел, как он убил почти человека. Это он. А. Так, атак, атак, атак Отомчик был предателем. Едрить меня в паровоз просто, атак Отомчик предателем был. Господи, я это вообще забыл, вот я дуримон, дуримондовский. Я забыл то, что Отомчик предатель, я сейчас своего же предателя кикнул, получается. Ладно, без разницы, как бы справимся, получается, и без Отомчика. Потому что никто же сейчас не подозревает, что убийца именно я. Все видели то, что я чист. И можно сказать то, что я снял с себя подозрение практически до самого конца этой игры. Поэтому, наконец-то, я могу вернуться к своим любименьким... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сральник, кавлерочка, убийца Шрек. Иди посмотри, иди посмотри, иди посмотри, убийца Шрек. Ага, вот, видишь? Все, пошли, 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 давай, давай, заходи в сральник. Тебе же так нравится забирать у меня мое любимое место, да? Ну вот, вот, я об этом же, я об этом же. Заходи, давай, 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 заходи, Лерочка, заходи. Заходи, закрывай дверьки, закрывай глаза. Баю-баюшки, баю. Да тут осталось пять заданий-то всего лишь. Выполнить и все, и можно сказать то, что они победили. Но только проблема вот чем заключается. Если бы вы нормально до ремонта задания выполняли, а не в сральнике вот здесь этом купались, картошка. Вот и плавай там, ага, все, прохлаждайся. А я отсюда сваливаю куда-то, вот в эту сторону вырубаю свет. Там у нас, там Вика! Ну, она меня не увидела, потому что как бы свет вырублен, поэтому я ее сейчас перехвачу где-то. Вот здесь я ее перехвачу. Ксюха туда побежала, она что, Вику пердохнула? Нет, не пердохнула. Давай, Ксюха, у нас времени. Офигеть, как мало осталось, я тебе так скажу. Ну вот это я даже никого убивать не хотел, просто случайно кнопку нажал и кого-то опять через стенку пердохнул. Чистая случайность. Хорошая игра! Затащили просто прям вот, тху, прям затащили. Вот хорошо сыграли, да, Ксюха? Хорошо всех затащили. Молодцы, молодцы. А я не поняла. А как так получилось? Мы с Отомчиком были предатели, а потом ты как-то присоединился. Это, это как вообще? Да я не знаю, Ксюха. Ну, карта, наверное, залагала. У нас уже было такое несколько раз, когда три предателя, да, на карте. Вот сейчас опять карта залагала, третьего предателя добавила меня. Не-не-не, так ты же в первом раунде не был предателем, а как ты во втором стал предателем, я не понимаю. Да я говорю, карта что-то залагала, она всегда лагает-лагает-лагает-лагает. Я вот честно, я не понимаю. В первом раунде я не предатель, во втором раунде я предатель. С кем не бывает, да? Субтитры сделал DimaTorzok